Без обычаев домоводства не обходится ни один народ мира, ни раньше, ни теперь. Не столько хозяину нужно добро, сколько добру нужен хозяин, говорит лакская пословица. Побываем в старинном доме, познакомимся с традициями домоводства, сравним с тем, как устроено современное домашнее хозяйство и управление им. Согласно русской пословице, семья сильна, когда над ней крыша одна. А в старину дома строили так, что под одной крышей размещалась и большая часть домашнего хозяйства. Вкрытые дворы по мощным бревнам широкого взвоза лошади взвозили наверх тяжело груженные телеги. В них зерно, сено и другие необходимые для жизни семьи припасы. Но у пословицы есть и второй смысл. Семья сильна, когда ее объединяет не только общая крыша, но и общие цели и общие дела. За правильный ход семейной жизни и порядок в делах отвечает глава семьи, большак. Ему, как опытному капитану, семья доверяет управлять семейным кораблем. С большака берут пример все мужчины в доме. Он распределяет работу между ними по силе, возрасту и умению. Некогда мужчинам в доме засиживаться. От хозяина, чтоб ветром пахло, требует пословица. Вот и снасти для рыбной ловли всегда на готове. Лодка у берега дожидается. Ждет и работы на пасеке. Скотину пасти надо или сено ей добавить в кормушки. Для съестных припасов надо льда на реке наколоть. Завести в ледники, да все хорошенько на льду разложить, чтоб не испортилось. Каждому в своем хозяйстве дел не в проворот. От старого до малого. Успевай только, поворачивайся. Ребячье дело березовые ветки вовремя нарезать, веники навязать, в углу наповеть и повесить, для еженедельной и субботной бани приготовить. Натруженное работой тело просит банного жара пара. Но для этого сладкого отдыха тоже надо потрудиться. Баньку натопить, воды наносить, веники запарить и отдыхай в волю. Строгий и заботливый взгляд Большухи, супруги Большака, бережет домашний очаг. Про нее и пословицу продолжим. От хозяина, чтоб ветром пахло, а от хозяйки — дымом. Большуха распределяет среди женщин в доме все женские домашние дела. У каждой задание — по возрасту, силам, умению. И особые таланты тоже учитываются разумной хозяйкой. Большуха отвечает за то, чтобы в доме было опрятно. Она учит домашним делам дочерей, присматривает за работой невесток. Забот много. Повседневную одежду надо стирать, гладить да вовремя чинить. А праздничная и зимняя одежда для всех домочадцев хранится в амбарах за домом. Летом надо все на солнышке просушить да проветрить. Надо и в подполье заглянуть, проверить, как соленья варенья, заготовленные на зиму, хранятся. Вот работа, что и девочка с ней справится. Гусей выгнать к речке да траву на грядках полоть. И все на вольные боли. А как управишься, еще и с подружками поиграть успеется. В ратишку в люльке покачаешь. В работе старшей сестрицы подсобишь, да иголку с ниткой в руках держать научишься. От зари до зари трудится семья для общего блага. Когда все заработано честно, то и всякий кусок за столом сладок. Вот как говорится в книге «Домострой». Если в каком году не уродилось что или дорого, таким запасом хозяин проживет как даром, да еще несчастному да больному и бедному судит чего и поможет кому как удастся. Перед сном хозяин с хозяйкой обойдут весь дом и подворье, проверят, все ли ладно в родимом гнезде. Вечером все соберутся вместе, обсудят итоги дня, решат, что требуется сделать завтра. В достатке и радости изо дня в день течет жизнь в дружном доме. А как обстоят дела с домашним хозяйством в современных семьях?